Подавляющее большинство модулей нуждается в странице настроек. Даже если в вашем модуле не требуются специальные параметры для работы, которые должен настроить администратор, то как минимум модуль нуждается в настройке прав доступа. На этот случай есть специальный механизм, который позволит вам реализовать такую страницу настроек. Про права доступа я вам расскажу в отдельном уроке, а сейчас разберем именно создание страницы настроек модуля и работу с параметрами модуля. Для этого имеется специальный раздел в административной части в разделе настроек модулей. Здесь в раскрывающемся меню вы можете выбрать необходимый модуль, либо же выбрать его из выпадающего списка на странице настройки любого модуля и попасть на страницу настроек именно необходимого вам модуля. В результате нашей реализации у нас должна появиться оформленная страница настроек нашего модуля. На ней мы реализуем две вкладки «Основные настройки» и вкладку «Доступ на будущее». На вкладке «Основных настройок» реализуем три поля. Это текстовое поле, поле типа строка и список множественного выбора. Такие поля мы выбрали для примера. Вы можете реализовать любые поля, которые требуются вам. Реализуем вывод, корректную обработку и сохранение этих параметров. Чтобы в структуре админки появилась страница настроек вашего модуля, достаточно в корне модуля создать файл options.php. Данный файл будет автоматически подключен и появится в меню и выпадающем списке в настройках модулей. После того, как вы создали данный файл, в него теперь нужно реализовать код, который как раз будет выводить все формы, элементы оформления и обрабатывать сохранение данных. Каких-либо жестких правил или требований системы к оформлению данного файла не существует. Но рекомендую придерживаться общей стилистике оформления всей остальной части админки. И даже если вы реализуете совершенно свое оформление, то вы обязаны позаботиться, чтобы ваша страница не ломала остальную часть админки. Нужно тщательно подойти к совместимости вашей верстки и остальной верстки админки. Как обычно, в самом верху файла объявляем псевдоним NANDSPACE для используемой файлы класса. Далее объявляем переменную, в которую заносим ID нашего модуля. Прошу обратить внимание, что настоятельно рекомендую использовать именно такое имя переменной, где хранится ID нашего модуля. Модуль подчеркиваем ID. Дело в том, что некоторые методы старого ядра, некоторые файлы, которые вы можете подключить, они рассчитывают, что переменная, содержащая ID модуля, называется именно так. В следующей части подключаем языковые файлы для текущего файла и для файла modules main options.php. Для чего мы подключаем языковые файлы для файла options.php главного модуля. А чтобы иметь возможность использовать языковые консанты со страницы настроек главного модуля. В следующей части подключаем наш модуль. Прошу обратить внимание, что мы не проверяем, успешно ли прошло подключение или нет. Сделано это по той причине, что если модуль не существует в системе, то и на страницу настроек вы попасть не сможете. Данный файл просто не будет подключен к системе. Далее получаем объект контекста для запроса. Как видите, мы выстроили ID краткой записи целую цепочку. Полученный объект нам необходим для получения данных, которые пользователь будет отправлять из формы, которую мы и реализуем. Прежде чем перейти к реализации визуального отображения и вывода HTML, мы должны реализовать специальный массив, который опишет все наши вкладки, параметры этих вкладок и все параметры настроек модуля по этим вкладкам. Мы формируем массив, который называется ATABS. Каждый элемент этого массива – это новая вкладка. Элементы размещены в том порядке, в котором вкладки у нас будут отображаться на странице настроек. Мы видим у нас в массиве два элемента без именованных ключей. Первый элемент массива – это наша первая вкладка с настройками. Второй элемент – это вторая вкладка, на которой мы в другом уроке реализуем управление правами доступа к модулю. В ячейке с ключами div у нас лежит идентификатор ячейки. Это нужно для JavaScript, который будет работать с вкладками. Назовем Edit 1 для первой вкладки и Edit 2 для второй. Там имя ячейки, которая подписана на вкладке. Title – всплывающая подсказка в вкладке. Аналогично Title – ссылки. Options – это, соответственно, массив опций и настроек модуля, который имеется на данной вкладке. Если на какой-то вкладке нет опции, то данный элемент не указываем. Каждая опция описывается в виде массива, имеющей определенную структуру. Эта структура имеет именно такой вид, потому что мы в последующем, при выводе, будем в цикле проходить массив Options и каждый его элемент, содержащий массив описания опции, будем передавать методу старого ядра 2 подчеркнуть AddSettingDrawList. Вы можете самостоятельно ознакомиться в исходном коде с параметрами, получаемыми и обрабатываемыми данным методом. Но не будем забегать вперед. Вывод я вам покажу позже. Сейчас рассмотрим структуру массива, которая описывает каждую конкретную опцию. Первый элемент – это у нас ключ опции. У нас тут три имени – FieldText, FieldLine, FieldList. Этот ключ мы будем использовать как имя поле у формы. С таким ключом мы будем размещать сохраненные значения в базе данных опции. Второй элемент массива – это имя поле на обычном языке. Используем языковую константу. Третьим элементом можем указать значения по умолчанию. Мы не указываем. Как правило, для хранения опции на настройки модуля используется класс BitrixMainConfigOption. У данного класса есть метод Get. Этот метод возвращает сохраненную опцию. У него первый параметр – это ID модуля, а второй параметр – это ID параметра. Метод 2 подчерканья unsettingDrawList сам по переданным данным подгружает значение опции из базы данных. Поэтому нам не требуется указать в массиве текущее значение. Можем указать только значение по умолчанию, которое будет выведено, если поле оказалось пустым. И последним элементом массива, описывающим опцию, является вложенный массив, описывающий поле формы. Первым элементом указываем, какого типа у нас будет поле. У нас тут текстерия – поле для ввода многострочного текста, текст – строка и мультиселикбокс – список множественного выбора. В зависимости от поля у него может меняться набор параметров. У поля многострочного ввода указана высота и ширина. У текстового поля – длина. А списку мы передаем массив доступных значений. В этом массиве ключом выступает, собственно, параметр, а значение его описания. У нас они совпадают. Перейдем к реализации вывода HTML нашей страницы. Получаем экземпляр класса CAdminTabControl, где первым параметром указываем ID нашей формы со всеми вкладками. Используя метод Begin от нашего объекта класса, открываем форму, а методом End закрываем ее. Далее мы формируем HTML-тег формы открывающий и закрывающий. Указываем, что передаем данные метода Post. Экшен у нас формируется из текущего пути без параметров. Получаем мы его методом старого ядра GetCurvePage. И обязательно добавляем туда параметр Meet. Это, собственно, ID нашего модуля. Его мы берем из Get параметра, который указан в адресной строке. И также не забываем указать текущий язык админки. Далее в цикле мы проходим по нашему массиву Atabs. И если там есть элемент с набором полей, то есть ключом Options, то с помощью метода BeginNextUp открываем вкладку и вызываем метод 2 подчеркивания UnSettingDrawDist. Данному методу нужно передавать ID модуля и массив всех параметров строго в порядке и той структуре, что мы выше с вами описали. У нас еще есть вкладка с правами доступа, и эту вкладку также нужно вывести. Еще раз вызываем BeginNextUp. Так у нас появляется последняя вкладка с настройками прав доступа. Саму форму мы реализуем позже, в другом уроке. И последнее в нашей форме. Это необходимо реализовать вывод кнопок для управления формой. Вызываем метод Buttons без параметров. А после вызова реализуем две кнопки. Одна штатная HTML и Preset, сбрасывающая введенные значения в форму. А другая служба как раз для отправки данных формы. Прошу обратить внимание, что имя ее Update. Именно наличие Update мы будем проверять в данных формы. Если это так, то значит форма была отправлена. Не забываем про Bittrex Sessit Post. Нам же нужно убедиться, что сессия актуальна и никто не пытается подделать запрос. Вот результат нашей работы. У нас успешно формируется страница. Но вот сохранение у нас не обрабатывается, потому что мы его еще не реализовали. Реализуем код, который будет сохранять данные формы. Проверяем, была ли передача данных методов в BOST. Проверяем, имеется ли в массиве переданных данных элемент Update. То есть была ли нажата кнопка Сохранить. Также проверяем актуальность сессии. Если все три условия совпали, то переходим к обработке отправленных данных формы. В цикле идем по массиву от Tabs. В каждом элементе нас интересует вложенный массив Options, где мы храним список полей каждой вкладки. Мы пропускаем элемент, если это не массив. Это на случай обозначения разделителя опции. И если в массиве содержится элемент с ключом Node. Это для случая указания уведомления с подсветкой. Первый элемент R-Option содержит имя опции. С помощью метода Set класса Option сохраняет значение. Первым параметром в методе передаем ID модуля. Далее имя опции и последний параметр значение. Значение нуждается в обработке. Вот, собственно, практически и все. Осталась еще одна вещь, которую не стоит забывать. При удалении модуля нужно возвращать состояние системы к прежнему, до того, как модуль был установлен. Либо явно спрашивать пользователя о том, желает ли он все следы удаляемого модуля очистить системе. Молча оставлять какие-то среды присутствия вашего модуля будет неправильно. Это касается занесенных нами настройки параметров. Если мы просто удалим модуль, то параметры все равно будут висеть в базе данных. Поэтому в методе uninstallDB мы добавим еще вызов метода delete класса Options. Мы передаем первому параметру ID модуля. Вторым параметром можно еще передать фильтр, но нам этого не требуется. Если человек пожелал удалить из базы данных все данные, то мы должны удалить наши опции модуля.